Дорогие зрители, здравствуйте! Сегодня мы находимся в ресторане Иль Пеликано. И сегодня у нас в гостях удивительная, обворожительная звездная мама Гайтана. Ну а я с тобой. Без тебя нет солнца для меня. Всем привет! Привет! Что мы будем готовить? Мы будем готовить полезную, вкусную еду. О, отлично! Мы это очень любим. Что это будет? Так как на сегодняшний день тенденция у всех питаться и следить за собой, я не исключение. Еда должна быть такой, чтобы приносила и здоровье, и легкость. Поэтому это будут морепродукты, овощи, сыр, лимон и какие-то специи. Отлично! Так, я тогда готовлю, а ты нам рассказываешь. Да. С чего мы начнем? Давай начнем с листьев салата. Я их просто выложу сюда на тарелку, да? Я очень много путешествовала, поэтому для себя нашла такой микс продуктов, которые ем везде в любой стране. Будь это Африка, будь это Европа, будь это Америка. В общем-то, овощи лучше всегда есть, конечно, те, которые находятся на данной территории. Поэтому у нас сегодня есть и томаты, и огурцы, то, что можно найти везде. Но морепродукты, конечно же, у нас особо не плавают, поэтому нужно покупать замороженные, вкусные, свежие. Я, честно говоря, не рискую покупать у нас. Почему? Потому что я боюсь, что пока они доехали к нам или долетели, что-то с ними случилось. Поэтому я все-таки предпочитаю покупать замороженные продукты. Гайтан, я знаю, у тебя очень насыщенный график съемки, поездки. Расскажи, как ты питаешься? Ну, в общем-то, из-за того, что я предпочитаю есть такую еду, которая есть везде и которую не нужно как-то специально готовить, я питаюсь овощами. Даже если мы едем на микроавтобусе с ребятами куда-то на гастроли и по пути попадаются какие-то маленькие кафешечки, я предпочитаю заказать лучше вареное яйцо, которое никто не трогал внутри. И опять же какие-то овощи. То есть сделать самой себе легкий салат. Как у тебя выглядит твой завтрак? Это сейчас очень актуальная для всех тема. Я обожаю сыры и кофе. Поэтому сейчас у меня такой режим, срабатывает внутренний будильник. У меня есть маленькая дочь. И я автоматически уже без будильника такого физического просыпаюсь сама за полтора часа до ее пробуждения. Ух ты! Пью воду, делаю зарядку, пью кофе двойной и съедаю обязательно несколько кусочков вкусного сыра, который умеет выбирать мой муж. Я не люблю плотно завтракать, хотя говорят, что это очень полезно, но только зимой я кушаю много на завтрак, причем я ем какие-то омлеты, опять же с сыром, с овощами. Зимой я, видимо, как мишка, мне хочется набирать, набирать, набирать килограммы. Готовь запасы. Да, да, да. А так, в общем-то, летом и когда солнце, я предпочитаю сыр, фрукты, что-то очень легкое, может быть, какие-то рыбки. Ты готовишь сама? Да, конечно, с удовольствием. Тебе нравится готовить? Обожаю готовить. А какие в основном блюда? Мой муж мясоед, и получилось так, что как-то я стала постепенно переходить на мясо, но он так его вкусно готовит, что я полюбила его. И сейчас у нас на ужин чаще всего это стейк или же что-то мясное на гриле. Опять же, полезная еда. Готовится очень быстро, очень вкусно. Мы, наконец-то, нашли возможность, где можно заказывать хорошее мясо. Ух ты! И, да, поэтому мы на гриле готовим эту еду. Но так как он еще и ловит рыбу, мы еще обязательно чередуем мясо с рыбой на гриле. Свежая украинская рыбка. Это здорово, когда вся семья на кухне вместе. Это романтично, это очень укрепляет отношения. И, конечно, я не могу не задать вопрос. Нас смотрят женщины, и нам всем очень интересно, как ты поддерживаешь себя в форме. У тебя прекрасная фигура. Это какая-то диета. Спасибо. Я отказала себе в последнее время в сладком. Что именно? Шоколад молочный. Я была фанатом молочного шоколада, но... О, я тоже. Но я поняла, что все-таки нужно выбирать или кушать только один шоколад вообще, чтобы больше ничего не попадало из калорий. Или же отказаться от шоколада и кушать все остальное по чуть-чуть. Поэтому диетой, наверное, можно назвать? Это антишоколадная диета. Ты не ешь только шоколад или вообще никаких быстрых углеводов? Я люблю и картофель, я люблю и хлеб, но все это в маленьком количестве. Немноженько. Да. Я считаю, что нельзя себе ни в чем отказывать. Но шоколад я тоже ем, но очень редко. Может быть, раз в месяц ем его один день очень много. И потом все, опять табу. В общем-то, если контролировать, знать свое тело, слышать себя, мне кажется, что каждая девушка знает себя, что ей можно, чего может быть много, чего нужно по чуть-чуть, то можно очень хорошо за собой следить. Я тебя перебью. У нас в гостях как-то была девушка, которая рассказывала про интуитивное питание. Она против диеты, она против каких-то ограничений, против норм. Она нам просто рекомендует вот кушать, когда хочется, что хочется, но слушать свой организм. Ты такого не практикуешь? Это очень правильно. Я где-то так, наверное, живу вообще по жизни. Я всегда слушаю себя, а не кого-то. Никогда не использую чьи-то диеты. И даже занимаясь спортом, я для себя разработала несколько упражнений, которые могу делать дома сама. Опять же, потому что маленький ребенок не всегда дает возможность систематично ходить в спортзал. Поэтому у меня есть комплекс упражнений, ощущение, что нужно кушать, что не нужно кушать. Ты слушаешь себя. Конечно. Это очень важно. Смотри, я подготовила уже морепродукты. Давай займемся овощами и сыром. Да, я это все порежу. А тебя попрошу поделись еще, пожалуйста, опытом. Я знаю, что ты занимаешься активно спортом. Есть какой-то любимый вид спорта, который ты бы каждый день, не пропуская, выходила? Я недавно для себя открыла акваэробику. Мне очень стыдно, что я это сделала совсем недавно, потому что я всегда относилась к акваэробике как-то так скептически. Ну, в воде, что-то там. В основном моя жизнь была связана с настольным теннисом. В детстве я являюсь кандидатом в мастера спорта. Потом я обожаю велосипед. Я много исколесила дорог Украины на велосипеде. С удовольствием ходила. Несколько лет занималась в спортзал, в тренажерный зал с инструктором. Ну, и сейчас я случайно попробовала акваэробику, потому что моя дочь пошла в бассейн, и мне ничего не осталось, как пойти напротив на дорожку там, где была акваэробика. Я вам скажу, девушки, это находка. Это находка. Потому что в воде мы делаем все упражнения, конечно же, если мы очень стараемся, да, если мы действительно работаем, а не так. С напряжением. Да, как многие даже мерзнут. То есть я пошу, я пошу все 40 минут активно. 40 минут? Причем, да, причем прорабатываются все мышцы. Я после акваэробики выхожу, как выжатый лимон, но в то же время это абсолютно не вредно для тела. Если после спортзала иногда были какие-то проблемы, коленный сустав, что-то в спине, что-то... Были нюансы, которые нужно было очень внимательно контролировать, и плюс в тренажерном зале ты не можешь без инструктора, потому что можешь неправильно делать. То в воде это фантастика. Есть крипатура? Конечно, есть, но эта крипатура очень такая приятная, потому что ты после первого занятия сразу видишь результат, как вырисовываются руки. Ты как будто куколка становишься такая. Это супер! Это очень круто! Поделись, пожалуйста, своими секретами, вот какой у тебя, как у молодой мамы, распорядок дня, когда ты все успеваешь и что ты вообще делаешь? Я успеваю многое, и на самом деле когда-то мои подружки, которые очень рано вышли замуж, родили детей, страшно жаловались. И я в какой-то момент беспокоилась, смогу ли я, услышав все эти жалобы, как это сложно. Помню, захожу к подружке в гости, она такая вся, как будто она, я не знаю, год не была в душе. На ее голове страшная прическа. Знакомое состояние, да? В доме полный бардак. И это всего лишь потому, что она говорит, у меня ребенок, это вообще, я ничего не успеваю, я не высыпаюсь, я, я, я. Я думала, господи, неужели все, так жизнь изменится, и все. И я поняла, что все зависит от отношения твоего к ситуации. Я обожаю ребенка, я его ждала, вынашивала, готовилась, как-то, не знаю, перечитала миллион какой-то литературы, перемедитировала, перепутешествовала. В общем, я максимально готовилась к встрече. Поэтому, когда появился ребенок, конечно же, я не могу относиться так, как будто она мешает моей жизни. Мне кажется, она, наоборот, помогает. Поэтому я с удовольствием стою, готовлю для нее, для себя, для мужа. И муж у меня, в общем-то, такой же позитивный, поэтому у нас все получается. Вот сейчас мы на съемке с тобой здесь, а муж с коляской гуляет вокруг, по улицам, пьет кофе, да, с ребенком. Так, в общем-то, и получается. Мы снимаем видеоклип, она с помощником оператора может пока находиться. Мы идем на концерт, она с бабулей иногда, с кем-то тоже из съемочной площадки. Лейтан, расскажи, какие у тебя планы на будущее и вообще как твое творчество? Творчество абсолютно изменилось, потому что оно стало более, наверное, обдуманным. Теперь я каждую песню, которую я не пишу, я думаю о том, что однажды эту песню услышит моя дочь, поэтому хочется вкладывать еще больше какой-то теплоты в музыку, доброты, любви, каких-то уроков, возможно, жизненных, которые потом она сможет услышать и скажет, «Мам, это неплохо». Мы много путешествуем сейчас, концертируем. Мой муж работает со мной, поэтому у нас такая семейная банда. Он и музыкальный продюсер, он и аранжировщик моей музыки, поэтому везде вместе. Дома, когда мы занимаемся, дочка поет с нами, подпевает, подтанцовывает. Планы на будущее. Быть счастливой. Очень хочется быть счастливой, очень хочется быть хорошим примером для своей дочки, чтобы она росла в здоровой атмосфере семьи, чтобы она улыбалась, чтобы у нее было детство веселое, игривое. В общем-то, наверное, это самое главное. А музыка и все остальное – это приложение к нашей жизни. Скажи, как у вас получается вести, ну это можно сказать, семейный бизнес? Вы вместе дома, вы вместе на работе. Удается вам не разругаться, как-то решать какие-то спорные вопросы, конфликты и так далее? Мы очень много ругаемся, очень много конфликтуем, потому что мы два темпераментнейших человека, творческих. Конечно же, я говорю, так неплохо, он говорит, нет, надо перепеть. Я говорю, так, может быть, не очень, что-то переделаем. Он говорит, нет, я считаю это идеально. И у нас постоянно происходит. У кого больше перфекционизма? Я думаю, что у него. Он вообще фанат звука. И, наверное, это меня в нем привлекло в первую очередь, когда мы познакомились. Он настолько был дотошный и просил меня приехать, перепеть там что-то, где-то ему не понравилось. Я говорю, послушай, песня уже на радио ушла. Мы уже клип сняли на эту песню? Ты хочешь, чтобы я приехала и ее перепела? В чем дело вообще? Никто никогда не заставляет меня перепевать песню. Он говорит, послушай, мне стыдно, потому что я приложил вот сейчас свою руку к этой песне, и мне будет стыдно, что она звучит как-то так, не так. Там одно слово непонятно. Май гад, я подумала, какой он зануда. Господи! Ну, я его за это обижаю, потому что его это занудство профессиональное, оно дает какую-то мне другую планку, другое отношение к жизни. И да, мы можем часами сидеть и переделывать какой-то такой мизер, который вообще никому не слышен. Но в этом, наверное, и есть какие-то эти общие фанатизмы, когда вы находите друг друга таких же чуть-чуть больных и вместе занимаетесь этим всю жизнь. Зато это приближает вас к идеалу. Так, Гаэтан, смотри, я уже нарезала все, что у нас было. Теперь я добавляю вот орехово-горчичный соус и все это перемешиваю. Поделись с нами еще такой тайной. У вас планируются еще дети? О, мой отец живет в Конго. И, конечно же, он постоянно мне говорит о том, что ты же понимаешь, как дочка начинает ходить. Нужно делать второго, потому что в Конго один ребенок, это смешно. Там 10, 13, 15, да, чем больше, тем лучше. Конечно же, я чувствую в себе силу, желание иметь очень много детей. Но я всегда говорю, как даст Бог. Нужно немножко поработать, восстановиться после первого ребенка и, в общем-то, выпустить, наверное, альбом. А потом посмотрим. Когда планируется альбом? Мы планируем его на конец осени. Опять же, если ничего нам не помешает, если муж не скажет, что тут нужно перепеть. Сейчас весь альбом опять переделан. Но планируем пока так. Уже очень много песен записано. Несколько клипов уже снято. Вот сейчас из последних работ мы снимаем на песню Теамо, новая, которую мы вместе написали. И думаю, что нам ничего не помешает выпустить альбом осени. Я вам этого желаю искренне. Спасибо. Столько работы проделано. Так, наше блюдо практически готово. Осталось маленький такой финальный штришок. У нас в передаче есть рубрика «Блиц-опрос». Это три вопроса нашему гостю. Она не знает этих вопросов, она к ним не готова. Они будут для нее спонтанные, совершенно неожиданные. Готова? Да. Так, тогда мы начинаем. Наш первый вопрос. Три вещи, которые ты мечтаешь сделать. Какие? Мы, девушки, такие, знаешь, наши мечты всегда рождаются. И мы потом о них забываем, потому что мы всегда еще мечтаем дальше. Я мечтаю отправиться в путешествие где-то в следующем году. В Конго с моей дочкой, чтобы познакомить ее с дедушкой. Мой отец очень ждет этой встречи. Он дал ей второе имя – Сапфир. Ух ты! Как раз. Муж назвал ее Николь, а мой отец назвал ее Сапфир, потому что в Конго принято иметь два имени. Одно имя дает дедушка, который оберегает по жизни свою внучку. И, конечно же, он каждый день получает от меня какие-то фотографии, видео с ней. И он плачет от счастья. Он говорит, она мой диамант. И я жду встречи. Поэтому, конечно же, когда я увижу, как они обнимаются, для меня это будет чувство выполненного долга. Это первая мечта. Вторая мечта – я хочу, чтобы мы отправились в путешествие на красивой лодке всей семьей. Потому что мой муж научился водить в прошлом году судно. И это стал наш какой-то такой второй фанатизм. Мы теперь отдыхаем, постоянно арендуем какие-то лодочки, яхточки, больше-меньше. И когда есть у нас выходной, мы просто садимся по Днепру и едем по Дисне. Это очень красиво. Как романтично. Это очень… Вода нам дает большую энергию для жизни, для творчества. Третья мечта – я не знаю. Я просто бы хотела, чтобы нам ничего не мешало по жизни. Чтобы мы были здоровы, чтобы мы продолжали заниматься любимым делом. И на наших лицах была улыбка. Это, наверное, третья мечта, которая должна быть как фундамент для всей нашей жизни. Ну, я желаю, чтобы все это сбылось и в самом скором времени. А я задаю следующий вопрос. Я думала, будут каверзные вопросы. Вот такой вопрос. Представь себе пожар. И ты можешь вынести только три вещи. Мобильный телефон у тебя с собой. Что это будет? Мама всегда меня учила. Нужно иметь сумочку, в которой есть документы. Потому что восстанавливать документы в нашей стране – о май гад. Это очень сложно. Если ты потерял что-то. То есть первое – это будут документы. Это будет, да, коробочка с документами, в которой есть все. Второе. Я даже не знаю. Мне хочется сказать сразу жесткий диск с музыкой, с песнями. Очень просты. Ну, там, где документы, я думаю, там лежит и жесткий диск, и мои записные книжки со стихами. Надо, кстати, подготовить, чтобы такая сумка была. Да, честно говоря, не знаю, наверное, просто какие-то вещи, которые придут в голову. Потому что когда-то меня ограбили. Я была на Новый год на концерте в Западной Украине. И приехала 1-го числа. И обнаружила, что весь дом просто меня ограбили. И в тот момент я сделала переоценку ценностей. Я поняла, что не нужно привязываться и рассчитывать на что-либо в этой жизни. Материальное. Да. Я стала относиться очень легко ко всему. Поэтому жесткий диск с песнями, память, в общем-то, и песни восстановит. Документы можно восстановить. Нет ничего такого, что испортило бы мой день, если бы я лишилась какой-то материальной. Я лишалась всего, скажу честно. Поэтому я не боюсь уже ничего потерять. Но даже какие ценные уроки можно вынести из, казалось бы, таких совершенно отрицательных и негативных моментов. Это очень интересно и полезно. И у нас следующий, третий вопрос, последний. Жизнь, полоса черная, полоса белая. Каких полос в твоей жизни больше всего? Ах, я люблю эту жизнь именно за этот микс этих полос. Потому что не было бы черных полос, я бы так не научилась радоваться жизни и ценить эту жизнь. Ценить людей, которых я встречаю. Ценить хороших людей, добрых людей. Ценить людей, которые хотят стать лучше и работают над собой, потому что они вдохновляют меня работать и становиться лучше. Это как фортепиано, черное-белое. Убери какие-нибудь и все, и музыка станет скучной, монотонной. Я радуюсь всем полосам, полоскам, потому что из всего этого состоит наша жизнь. Удивительное умозаключение. Настоящего победителя из любой ситуации Гайтана выносит только самое лучшее. Спасибо большое за твои рекомендации. Спасибо. Наше блюдо практически готово. Остались два последних штришка. Я попрошу тебя, их закончить, выдавить немножко лимона. Обожаю лимон. Ем его всегда со всем. Это так вкусно и с водой пью. И мясо, и рыба. А, добавляешь, да? Да, везде. Лимон штука очень полезная. Приятного аппетита. Салат из морепродуктов. Это прекрасный низкокалорийный обед или даже ужин. Я благодарна тебе за этот прекрасный, удивительный рецепт. Ты хочешь что-нибудь сказать нашим зрителям на прощание? Конечно. Назовем этот салат «Te amo». Это прекрасное признание в любви и название моей песни. Поэтому даже немножечко спою. Говорят, когда поешь, аппетит приходит идеальный. «Te amo, te amo, почути за край. Оби мы меня сильнейше и не отпускай. Ты amo, te amo, сердце мое знай. Там, до тебя, не забудь ни рай». Приятного аппетита. Кушайте здоровую пищу. Приглашайте, будем готовить. Спасибо большое. Дорогие зрители, с нами была Гайтана. И это программа «Бизнес-ланч» с Еленой Сукачевой. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»